Кровавый декабрь 41-го. Битва за Москву. Одна из решающих. Чтобы встать на защиту Родины, Петр Елкин шел в столицу пешком три месяца после того, как его роту забыли снять с дозора. А потом, не щадя себя, бился с врагами. Его медаль за оборону Москвы сейчас держит внук Григорий Скобелкин. Он хранит все знаки почета предков и помнит наизусть историю их присвоения. На стенах сотня самых знаковых медалей военных. Ценные экспонаты посвящены Великой Отечественной. Запрещалось собирать советские ордена медалей. Оно и по сегодняшний день это не отменено. А почему? Ну, якобы это кощунство, якобы это. А вот когда это вот это выкидывает на свалку, это можно. Вот в чем суть вопроса. На каждую медаль он составляет досье. Характеристика знака редко, история подвига. Подлинники не все. Между хронологией и историей, оригиналом мужчина выбирает первое. Григорий Скобелкин знает все о каждом знаке из полутора тысячной коллекции. И ко всем относится уважительно, словно к людям, в честь которых они появились. Следит даже за расположением знаков на пиджаке. Тут все строго. На левой стороне ордена, на правой юбилейные. Говорит, после парадов победы часто расстраивается. Может быть по неопытности, не знаю, или там по незнанию, или человеку, которому вот они есть, он лишь бы налепить. Вот. Если в царское время неправильно делал орден, могут снять. Просто неприятность какая-то. Ну, душа болеет по душе. Ну, не там она. Ценность домашнего фонда Григория Скобелкина давно подтверждена. В местном музее он регулярно проводит выставки, а краеведы обращаются к нему за советом. Уже 10 лет наш земляк входит в Международный союз коллекционеров. Из двух тысяч участников он получил входной билет. Одним из первых. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.